Абсолютно понятно, почему так происходит, потому что артиллерия должна была все уничтожить, по идее. То есть она должна была разрушить эти зоты, должна была разрушить траншею и так далее. Но в втором переводе, то есть в результате финны вынуждены послать одного человека, добровольца, который сам вызывает. Это лейтенант Фенрик Хоскелла с связкой гранат. И он связкой гранат 8 килограмм тротила закидывает на крошетку зота и тем самым его уничтожает. Вот. В старом переводе неправильно перевезена одна фраза. Хоскелла, когда он смотрит за подготовку, он говорит, что они бьют с небольшим перелетом. И в старом переводе переводчик просто этого не понял, потому что это специфическое выражение финское военное. Переводчик понял это так, он перевел, что мы как великовато стоим от передовой, мы пулеметчики. Потому что ремешки сильные, они находятся за целью. И вот эта фраза одна, что Хоскелла, он сказал, что они бьют с перелетом, они не накрыли позиции противника. Вот неправильный перевод этого предложения, просто описание боя делать бессмысленным. Потому что непонятно, почему они так мучаются там, почему там теряют половину свода, пока там Хоскелла не вызывается, подорвать этот блок связки гранатной. Ну и много других всяких точностей, которые сведут от ума любого унифромолога и военного историка. Потому что, например, у финнов не было вещмешков, у них уже были кузаки. Но в старом переводе у них у всех вещмешки. Как вы знаете, наверное, у финнов у них все кепки. Переведуно это как фуражки. То есть вся финская армия находится с вещмешками и в фуражках, хотя этого не было. То есть таких мелочей достаточно много, но в целом перевод хороший. Перевод хороший, но, грубо говоря, в некоторых местах просто видно, что фуражки не разобрался. Но и не мог разобраться, опять же, не зная, о чем идет вещь.